1964 здания под снос. На Кубани будут ликвидировать незаконно построенные объекты. Больше всего таких сооружений оказалось в Сочи. О борьбе с самовольным строительством сегодня говорили на общекраевой планерке, которую провел Вениамин Кондратьев. Острым также стал вопрос строительства школ в Краснодаре. Обо всем по порядку далее. Краевая планерка как разбор полетов для чиновников любой масти, от сотрудников районных администраций до мэров крупных городов. Главными темами сегодня стали незаконное строительство и работа с обращениями граждан в региональных органах власти. И там, и там есть слабые места, заостряет внимание губернатор. Например, число самовольно возведенных объектов уменьшить пока не получается. Лидер антирейтинга Сочи. Там находится больше всего незаконно построенных зданий на Кубани. Это 1116 многоквартирных домов, гостиниц и площадок под коммерцию. При этом под снос во всем регионе должны пойти почти 2000 объектов. Всегда за самовольно возведенным строением стоят конкретные люди. Поэтому никакой здесь самовольности нет. Здесь молчаливое согласие. И явно не безвозмездное. Сегодня в большой команде краевой нету таких, которые молчаливое согласие дают. Не может быть, еще раз подчеркиваю, не может быть никаких новых самостроев. Это позиция. Позиция, которая, я уверен, сегодня в крае сформирована. И однозначно она правильная. Потому что она поддерживается жителями края. А для нас позиция жителей края приоритетна. И каждый глава муниципального образования, по каждому, если, не дай бог, хоть один объект самовольный появится, лично мне будет рассказывать, почему и как. Но, коллеги, как правило, никаких объяснений я уже не принимаю. Они не нужны. Парадокс еще и в том, замечает Вениамин Кондратьев, что незаконные объекты появляются, а те здания, которые должны строиться, почему-то замораживаются. Например, новые школы в Краснодаре. Одна из них на тысячу мест должна появиться в хуторе Ленина. Стройка тянется уже четвертый год. Сейчас выяснилось, что не хватает денег на завершение. При этом администрация города не успела отыграть весной торги на строительство двух школ в Прикубанском округе. Финансирование идет по федеральной программе жилища. На край больше полутора миллиардов рублей. И если не уложиться в сроки, весь регион рискует потерять выделенные деньги. Сверху провели объективно на школу. Именно проектное решение, которое было представлено, и сегодня с которым мы работаем, которое готовилось действительно в 2014-2015 году, этот проект. Он не соответствует реалиям. Там действительно на 150 миллионов у нас не хватает лимитов на завершение этих работ. В пятницу были в Минстрое, получили полное согласие на порядок изменить, порядок финансирования. Понимание есть, как мы выйдем из этой ситуации и сохраним непосредственно и все объекты, и денежные средства. Евгений Алексеевич, я считаю, что это срыв. Вот этим срывом вы не просто не выполняете свои обязательства, социальные обязательства перед жителями Краснодара. Вы в целом еще и подводите весь край. Я, Андрей Тович, считаю, что все-таки здесь надо еще раз внимательно посмотреть, почему у нас такая ситуация. Уже приняты меры. Я просто хотел бы, чтобы Евгений Алексеевич, ну и сотрудники города Краснодара понимали, что на сегодняшний день мы идем вам навстречу в части программы жилища не потому, что, наверное, вы нам дороги, а потому, что это все-таки социально. Нам горожане дороги. Нам горожане же дороги. Понимаете, коллеги, власть, она для сегодня народа должна быть. Конечно, мы здесь вынуждены увеличивать нагрузку на краевой бюджет, но чтобы сегодня спасти эту ситуацию. Помогать в решении проблем жители Кубани должны горячие линии всевозможных министерств и департаментов. Например, на округлосуточный телефон краевой администрации уже поступило 15 тысяч звонков. При этом много жалоб, замечает губернатор, на то, как работают с обращениями людей в жилищной инспекции. Вместо положенных 30 дней отвечать там могут и два, и три месяца. Многие ведомства также грешат формальным подходом к решению проблем. Вопрос с этими отписками завершаем. Сама по себе отписка, вы все понимаете, она не решает проблем. Первое, она заводит ситуацию в запущенное состояние, объективно, и ту проблему делают в запущенной, что потом намного сложнее ее решить. Второе, она вызывает социальную напряженность, а третье, в целом, заводит ситуацию еще в больший тупик. Никто от этого не выиграет. Ни вы, как главы муниципальных образований, ни вы, коллеги, которые возглавляете, краевые министерства и ведомства. Конечно, жители, которые обращаются и надеются, что их проблема будет решена. Кстати, часть функций жилищной инспекции по контролю за работой управляющих компаний ТСЖ на совещание предложили передать в муниципалитеты, чтобы на местах решать возникающие проблемы. Вениамин Кондратьев такую идею одобрил и посоветовал с инициативами идти в законодательное собрание.